здравствуйте уважаемые студенты начнем сегодняшнюю лекционное занятие тема динамический фактор и динамических характеристик автомобиля топливная экономичность автомобиля составлен план баланс мощности автомобиля тягу расчет автомобиля и 3 тяговая динамика автомобиля с гидромеханической трансмиссии баланс мощности автомобиля то есть уравнение тягу баланса автомобиля при движении без прицепа когда ущелье на круге равном нулю и трактор автомобиль двигается на горизонтальной дологе то есть альфа угол равен за нуля при этом имеем вид уравнение тягу баланса пока равняется по дугу льва полистов же плюс я тоже не или он же здесь пока кассатом силы тяги на виду шум колеса а по дугу льва сопротивление воздуха а я уже это сила сопротивление косинь данного автомобиля отдел то вращение это коэффициент учета вращающихся масс автомобиля аж это вес автомобиля ажи маленькое это ускорение слоганного падения тела отсюда пк минус в равняется ж скобки пси плюс минус дельтого вращения йод или ножа разность пк минус в этом уравнение представлять собой силу тяги необходимые для преодоления всех внешних сопротивлений движения за исключением сопротивления воздуха она пропорционально весу автомобиля то есть запас силу тяги это показывает запас силу тяги приходящийся на единицу веса автомобиля поэтому отношение пк минус пдв или ножа характеризует запас силу тяги приходящихся на единицу веса автомобиля это измеритель динамических частных свойств автомобиля называемый динамическим фактором автомобиля таким образом динамического фактора автомобиля до равняется пк минус пдв деленное на ж это можно можем запись взять другим формам то есть поставляя значения пока и пдв мы будем иметь следующие выражения этот фактор определяет на каждой передаче процессе работы двигателя с полной нагрузкой при полностью открытой дроссельной заслуге потому что для того чтобы получить динамическую характеристику мы должны иметь значение D для того чтобы иметь значение D мы должны иметь значение касательно силы тяги на каждой передаче На каждой передаче вы знаете, что автомобиль работает с минимальной частотой вращения до максимальной частотой вращения, то есть скорость движения меняется в широких пределах, поэтому для этого мы должны получить на каждой при работе тракта автомобиля на разные передачи на нескольких точках, поэтому должны иметь значение крутой момента. Соответственно, надо учесть передача на заданной передаче и механическая полиотрансферсия, а радиоскачения могут и не меняться, и коэффициент обтекаемости, плотность воздуха, фронтальная скорость движения, и на разных передачах будет иметь разные значения, поэтому мы должны обязательно учесть вот эти параметры. Таким образом, с расчетным путем, получая на разных передачах, будем иметь значение динамических факторов. Вот здесь показан динамических характеристик автомобиля с механической трансмиссией, которая имеет 4 передачи. Из формулы нам известно, что на первой передаче имеется число трансмиссии на самое большое, поэтому касательная сила тяги на первой передаче будет иметь самые большие значения, поэтому запас силы тяги на первой передаче здесь получается самым наибольшим, а здесь значение D нам показывает запас силы тяги, приходя на единицу веса автомобиля. Раз имеется 4 передачи, автомобиль, когда работает на 4 передачах, действительно будет иметь значение динамических факторов, различные значения, потому что на разных передачах они имеют разное передатное число. Отсюда видно, что раз на первой передаче имеется динамический фактор самый большой, при этом мы будем иметь определять самое большое дорожное сопротивление, которое обозначается буквой максимум. Отсюда видно, значит на первой передаче действительно мы можем определять самое большое сопротивление дороги. На второй передаче чуть ниже, на третьей еще ниже, на четвертой еще ниже, поэтому когда дорожный слой меняется, мы не сможем двигаться всегда на повышенных скоростях, мы постепенно будем переключать на низшие передачи, поскольку на низших передачах динамический фактор имеет большое значение, и соответственно на этих низших передачах касательная сила тяги будет иметь большое значение, поэтому на низших передачах мы предъявляем большое сопротивление дороги, поэтому из этой схемы видно, что мы можем отсюда определить, какое сопротивление может менять этот автомобиль, может предъявлять, значит на первой передаче преодолевать сопротивление дороги всем максимумом, а при движении на четвертой передаче будет иметь самое минимальное дорожное сопротивление, то есть здесь будет самое минимальное сопротивление, поэтому когда двигаемся на высших передачах, автомобили могут работать только на хороших дорожных условиях, особенно в асфальтированной дороге мы можем двигаться в этих условиях. С точки зрения скорости движения на первой передаче мы можем двигаться с ограниченной скоростью, а на второй, третьей, четвертой передаче мы можем двигаться на больших скоростях, поэтому отсюда мы можем определить еще с помощью автомобиля, с какой максимальной скоростью движения мы можем двигаться по условиям дорожного движения, вот отсюда показывает, что Psy4 максимум показывает, здесь нам показывает дорожные условия сопротивление минимальное, но автомобиль в этом случае имеет максимальное значение на четвертой передаче, а на других передачах мы можем не развивать такую скорость, потому что их скорость движения на нижних передачах минимальная, поэтому с помощью диаметром спектра мы должны определить режим движения по условиям дорожного движения, когда выезжает автомобиль из гаража, если мы будем двигаться на далекий путь, то есть дорога имеет длиной 400-500 километров, в этих случаях дорожный слой всегда меняется, поэтому вы должны заранее определить режим движения по условиям движения, поэтому вы можете определить, за сколько времени может доехать ваш автомобиль к данному пункту назначения. Из выражения мы можем определить динамичный фактор и параметры, характеристики сопротивления дороги и инъекционной нагрузки автомобиля существуют, такие зависимости, когда д равен за пси при изменении диаметром вращения й на ж при неуставившем движении. Если автомобиль двигается с постоянной скоростью движения, то второй член будет отпадать, тогда д будет равняться к коэффициенту общего сопротивления дороги. С помощью динамичного фактора можно сравнивать тяго-цепные и разгонные свойства различных автомобилей С, независимо от их грузоподъемности и веса. То есть по показателям динамичного фактора можно оценить заданный автомобиль, если будет иметь различные автомобили. Поэтому при выборе, какой автомобиль будет давать значение динамичного фактора наибольшего, вот это надо выбирать. Это автомобиль вам даст самую большую производительность. Теперь надо произвести тягу расчетов. Определение по исходным данным параметров мощности, веса, динамичных факторов и пердонцилок, которые могли бы обеспечить получение динамических показателей. Для этого мы должны выбирать мощность двигателя, который должна обеспечиваться с заданным максимальным скоростным движением при полной грузоподъемности автомобиля. Такие скорости автомобиля должны развивать на хороших дорогах, для которых коэффициент сопротивления качения можно принять равным от 0,02 до 0,25 тысячных. Кроме того, автомобили, предназначенные для работ в сельском хозяйстве, должны иметь запас динамического фактора один-полтора раза больше для преодоления дополнительных местных сопротивлений без снижения максимальной скорости. В связи с этим, за расчетное значение, приведенное коэффициентом дорожного сопротивления, при котором автомобиль должен развивать, максимальный скорость следует принять равным 0,04. Мощность двигателя необходима для подвижения в указанных условиях определяется по следующей форме. Отсюда видно, что мощность двигателя, расходимая на определение этих сопротивлений, зависит от света автомобиля и от грузоподъемности. Если грузоподъемности нет, то автомобиль двигатель без груза, то мощность будет зависеть от веса самого автомобиля. И кроме этого, прямопрофессионал к сопротивлению воздуха при движении максимальной скорости. Здесь будет максимальная скорость. А вес G0 автомобиля выбирать, исходя из грузоподъемности автомобиля и коэффициента грузоподъемности. Чем больше грузоподъемности автомобиля, тем будет лучше этот автомобиль. Коэффициент грузоподъемности существенно влияет на динамические и экономические показатели автомобиля. Чем больше, тем эти показатели лучше. Поэтому при проектировании автомобиля можно стремиться к повышению коэффициента гурзоподъемности. Насколько это технически возможно и экономически всеобразно. Коэффициент гурзоподъемности зависит от типа автомобилей. Для верхних автомобилей это Г равняется 0,25-0,4. А для современных гурзоподъемностей 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 почти в два раза больше, чем легковые автомобили. Для специальных автомобилей высокая проходимость гурзоподъемностей ниже, чем для автомобилей общего назначения. Коэффициент обтекаемости КВ и площадь лобового поверхностного автомобиля выбирает исходя из предварительной эскизной компоновки автомобиля. Или по аналогии с сушествующим автомобилем. Такого же типа значения ПВ при современных скоростях движения зависит также от шероховатости поверхности автомобиля. Особенно от стекленной части кабины, поддона, от конструкции капота, двигателя и обтекаемости всего оборота. Снижение расхода топлива важнейшая актуальная задача в настоящее время. Поскольку расход топлива, если уменьшим, то нам даст очень хорошее экономическое. Поэтому на автомобилях особенно берется, что расходы топлива на 100 км пути при равномерном движении с определенной скоростью в заданных дорожных условиях. Которых же равняется G0, G0 это мгновенный расход топлива двигателем автомобиля, T время прохождения 100 км пути. Если поставить значение в эту формулу, то мы в G0 получим G, то есть удельный расход топлива умножен на эффекты мощности двигателя, делаем на плотность воздуха. Отсюда мы можем определить T100, делаем на 36V. Ставим эту формулу, значение мгновенного расхода топлива и времени, и получим вот такую зависимость. То есть G равняется удельный расход топлива умножен на эффекты мощности двигателя, делаем на плотность, и знаменателя V, скорость автора, и остальные другие коэффетенты, которые нам дают определение расхода топлива. То есть здесь же удельный расход топлива, соответствующий данному режиму работы двигателя, который равняется для двигателя 250-320 грамм на киловатт-час. Это значит, для выработки, для вырабатывания на киловатт-час мощности мы расходуем 250-320 грамм, смотря какой автомобиль. Поэтому разные автомобили имеют разный расход, поэтому значение меняется в широком пределе, от 250-320 грамм. И они это эффективным мощным двигателем. Ролл плотности топлива и скорость автомобиля. При известном обществе сопротивления на дороге PwPPSI можно определить расход мощности. Удельный расход зависит от экономичности и режима работы двигателя. Значение этого расхода изменяется в широких пределах с изменением мощности и частотой вращения количества ворот двигателя. Для определения уделенного расхода топлива можно пользоваться графиком. Из этого графика видно, что с изменением увеличения частот вращения повышается мощность двигателя. И в определенный момент мощность начнет падать. То есть мощность будет ограничивать ограниченные двигатели. Из этого графика видно, что уделенный расход мощности на различных передачах имеет различные значения. И на каждой передаче имеет минимальный расход топлива только на определенном режиме. Когда скорость маленькая, уделенный расход топлива большой, по всему чувствуя сокращение частот вращения постепенно расход меняется, уменьшается, а потом, имея минимальное значение, с увеличением сопротивления опять повышается уделенный расход топлива. Отсюда видно, что минимальный расход топлива имеет только на определенной передаче и в определенном режиме. Поэтому при выборе режима обязательно надо выбирать режим минимального расхода топлива. И при этом двигатель будет давать вам самую большую экономию расхода топлива. Первый – это двигатель загружен 35-40%. Вторая линия – это когда загрузка составляет 55-60%. А третий – при загрузке 80-80%. А четвертый – двигатель загружен 100%. График представляет собой дроссельные характеристики двигателя, на которые нанесены кривые эффективности, развиваемые двигателем при полном открытии дроссельной заслонки. И несколько кривых уделенных расходов топлива, получаемых при различной загрузке двигателя. Кривые, построенные по данным стендовых испытаний, максимальная скорость движения автомобиля, по мере ухудшения дорожного слуха и повышение коэффициента сопротивления. И они уменьшаются. Чтобы определить влияние отдельных факторов, поставим уравнение 1 вместо мощности огня в значении из формы 2. И в результате получим такую зависимость. То есть расход топлива зависит от удельного расхода топлива и сопротивления дороги и сопротивления воздуха. Изменение кривых экономичное характеристики зависит в основном от двух факторов – удельного расхода топлива и сопротивления движения. Экономичность скорости груза автомобиля обычно находится в пределах от 10 до 15 метров в секунду. А легковых – 15-20 метров в секунду. А когда скорость превышает, чем эти скорости, расход топлива опять будет повышаться. Однако при выборе скорости движения нельзя исходить из условий получения оптимальной топлива экономичности. При этом нужно учитывать также и факторы, влияющие на производительность автомобиля и себестоимость перевозок. Справочники по автомобилям часто указывают контрольный расход топлива на 100 км. Такой расход должен получаться при равномерном движении с полной загрузкой двигателя на прямой передаче. Типичный для данного автомобиля в дорожных условиях. А запас хода автомобиля, то есть путь, который может пройти автомобиль без дополнительной заправки топлива, определяет вот таким, такой формулой. То есть примесь из бака делённый на расход 100 км. То есть запас топлива должно хватать на непрерывную работу двигателя автомобиля не менее 10 часов. Немаловажное значение имеет также мастерство вождения. Если масло очень хорошее, то расход топлива будет иметь минимальное значение. Работа на наиболее экономичном режиме двигателя, рациональное торможение, умелое применение на отдельном участке движения по инерции и другим приёмам могут значительно снизить расход топлива. Теперь основной критерий оттенка трансмиссий, степень их приближения по свойствам кредитной трансмиссии, позволяющих постоянно загружать двигатель на максимальную мощность, следствие автоматического изменения скорости движения, в соответствии с изменением в дорожных условиях. Имеются следующие требования, то есть механические трансмиссии удаляются 12, а гидромеханические 21, а гидрообъемные удаляются 24, а электрические 25. Очевидно, что гидрообъемные электромеханические трансмиссии очень близки по свойствам к идеальному, однако этим же трансмиссиям свойственны такие пониженные КПД, сравнительно высокая стоимость и повышенный расход дефицитных материалов. Вследствие этого их применение в автоматическом строении ограничено. Из бесступенческих трансмиссий в автоматическом строении широко распространены гидромеханические трансмиссии, состоящие из гидромеханического преобразователя, крутящего момента, работающего в сочетании с ним шестереного редуктора того или иного типа. Гидротрансформатор автоматически, беступенчато изменяет передачу числа трансмиссии в соответствии с значением внешних сопротивлений движений. Таким образом, применение гидромеханических трансмиссий существенно влияет на динамику автомобиля. При передаче крутящего момента гидротрансматор используется кинетические энергии, циркулирующие в нем жидкости. В проистейшем виде гидротрансформатор состоит из центробежного насоса, вращаемого колесом коленчатым валом двигателя, турбины, соединенные механическим перевозом с ведущим колесом автомобиля и реактора, представляющего собой неподвижно закрепленное колесо. Колесо гидротрансформатора, насосное колесо турбины реакторное, образует замкнутую полость, в которой происходит непрерывное движение жидкости от насоса к турбине и на лопасти реактора, и оттуда обратно в насос. Поток масла, вытыкающий из насоса, приводит в движение вращения турбинного колеса. Это положение выражается в основном уравнением гидротрансформатора. МТ равняется МН плюс МР, то есть крутящий момент, соответственно, турбину и насоса и реактора. Из данного уравнения видно, что крутящий момент, передаваемый от вала насоса к валу турбины, преобразуется под действием крутящего момента, создаваемого реактора. Возникновение момента вызвано тем, что лопасти неподвижных реакторов изменяет направление потока масла при его движении из турбины насоса. Если реактор отсутствует или свободно вращается в потоке, то крутящий момент не преобразуется, и гидротрансформатор не начинает выполнять функции гидромуфты. Преобразующий тестью гидротрансформатор характеризует коэффициентом трансформации, то есть момент турбины на момент насоса. Чем больше это, тем лучше. То есть этот процесс происходит автоматически в зависимости от слоя работы автомобиля. При этом коэффициент трансформации повышается, достигая наибольшее значение при полностью заторможенном вале кубины. Так вот, закончим. Благодарю за внимание. Продолжение следует...